Лебединая песня каталонской власти. Местный парламент отменил запланированное на завтра заседание после того, как Испания ввела прямое управление автономией. Таким образом, депутаты признали решение Мадрида о своем распуске. В последний раз пришли на свои рабочие места и теперь уже бывшие члены правительства региона. Каталония ожидает выборов и главный вопрос сейчас, сколько голосов получат сторонники независимости. Продолжить Елена Абрамович. Власть поменялась, меняют и антураж. Каталонской полиции приказали убрать все портреты Пучдимона из участков и офисов. А уволенных министров пустили в кабинеты забрать свои вещи. Один из них успел выложить фото в Твиттере, мол, исполняет свои обязанности. Но через 45 минут уже покинул офис. О том, что пришел работать, заявил и его коллега. Меня спрашивают, чувствую ли я себя уволенным и безработным. Я говорю, нет, потому что меня может уволить лишь мое правительство. Руководствуясь такими соображениями, мы будем делать все, что уместно. Бывшая правительственная партия Каталонии провела съезд, чтобы определиться, как быть дальше. В свете предстоящих выборов решили подчиниться решению Мадрида и выдвинуть свои кандидатуры. Бойкот голосования мог бы просто стать концом их политической карьеры. Впрочем, со многими в Мадриде уже решили распрощаться. Генпрокуратура открыла дела против организаторов референдума. Я выдвинул обвинения в мятеже, восстании и злоупотреблении государственными средствами против тех представителей каталонского правительства, которые своими решениями и действиями в течение последних двух лет вызвали институциональный кризис. Это закончилось односторонним провозглашением независимости, что является пренебрежением нашей Конституции. Процессы против депутатов могут затянуться из-за их неприкосновенности, заметил генпрокурор. Впрочем, с судьбой Карлоса Пучдемона в Мадриде, похоже, определились. Принять участие в выборах он сможет лишь в том случае, если не окажется в тюрьме, заявили в МИДе. Тем временем в Бельгии заговорили о предоставлении политического убежища Пучдемону. О такой возможности заявил министр по вопросам миграции. Но бельгийского премьера такие дискуссии возмутили. Это совершенно не на повестке дня, заявил он. И попросил СМИ закрыть вопрос. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова